Микс Ньюз Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Директор Центра Мир Денег при Банке Латвии Янис Мотиванс, у нас в студии. Доброе утро. Доброе утро. Надо упомянуть, что это образовательный центр. Поговорим мы и об этом сегодня, и о том, чем Банк Латвии занимается. А занимается он многим, и по многим сферам, по многим темам. И выполняет свои непосредственные функции. И про монеты, конечно же, нельзя у вас не спросить. Вы всегда очень интересно рассказываете. Поэтому об этом и обо всем сегодня утром, ближайшие 40 минут. И вы можете звонить, задавать свои вопросы. 6-7-212-93-9. 6-7-213-93-9. Телефон у прямого эфира и номер ватсапа 2-3-0-6-1-9-1. Тоже к вашим услугам. Состоится конференция 2 октября уже в среду. Что это за конференция и почему надобность возникла ее проводить именно Банку Латвии? Ну да, можно сказать, это осенний результат нашего труда. Всегда под осенью уже в любой отрасли, наверное, собирают какой-то урожай. Банк Латвии тоже уже этот урожай собирают. И раз конференция, значит, и мы готовы о чем-то поговорить с обществом. Ну, во-первых, я хочу поздравить мою любимую радиоболтком с новой студией, в которой я теперь нахожусь. Все так красиво вокруг. Значит, и у вас хороший урожай был, если в новой студии сидите. Ну, у нас, значит, не только, конечно, конференция, много чего переговорили. Да, все моменты. Но на самом деле в среду собираются опытные люди всех трех прибалтийских стран, иностранных гостей, в том числе. И главная идея нам поговорить о том, что будет с нашим трудовым ресурсом, что будет не только в этом году, в следующем году, но через 5, 10, 20 лет, на что мы идем. Это такие более обстоятельные исследования, какие у нас перспективы, будет ли работа, будем ли мы готовы к этой работе. Потому что вот исследование, конечно, дает некоторую тревогу. Если нам, нас спрашивают, иногда я спрашиваю по поводу, будет ли какой-то финансовый кризис, экономический кризис, то мы всегда в основном отвечаем, что, ну, может, самая рискованная зона – это как раз трудовые ресурсы. Потому что, ну, можно сказать, что наш народ не очень готов к тем бурным изменениям, которые происходят во всем мире теперь, как меняются технологии, как очень стремительно заходят дигитальные ресурсы в наше производство и, в принципе, в любой отрасли. Так мы же, если вокруг посмотрим, увидим, что вместо нас многие работы уже делают роботы. Ну, мы-то привыкли, что робот – это такой маленький железный человек с антенной на голове, таких-то мы не наблюдаем. Ну, мы видим, что, например, зайдем в магазин, там пол чистят робот, там с нами рассчитывается, в кассе уже людей нет, да, мы приходим домой, ищем, где наша информация, оказывается, она где-то в каком-то облаке, да, ну, там-то на облаке, там мы знаем уже теперь, что никто не сидит. Значит, это все, это так и на нашем рабочем месте много чего автоматика делают. Готовы ли мы? Это очень-очень такой сложный вопрос, тем более, что мы знаем, что заодно много наших людей уехало за границу, просто из-за того, что не смогли найти здесь подходящую работу. Но в то же время мы знаем, что у нас еще большой трудовой ресурс, который, наверное, хотел бы работать, ну, может, иногда и не хочет, но примерно 55 тысяч людей в Латвии теперь находятся в стадии готовности работать. Я не могу сказать, что они ищут обязательно, но в готовности примерно 55 тысяч. В Эстонии 25 тысяч, в Литве примерно 85 тысяч. А почти все вместе, наш маленький Упербалтик, ну, вот это будет где-то 170 тысяч людей, которые готовы работать, а что-то им не хватает. Чего? Наверное, скорее всего, навыков, опыта современного. Ну, об этом, наверное, и будет анализ, послезавтра будет сказано, разные эксперты скажут и скажут, что нам делать. Да, ну, мы знаем, что экономика циклична, но мы видим, что и ситуация на рынке труда меняется довольно значительно, и даже, может быть, тоже какая-то цикличность, если мы видим, что в кризис, который был относительно недавно, как раз люди были готовы работать и дали за меньший заработный план, только что была работа. Сейчас мы видим ситуацию иная. Если мы поговорим с частными предпринимателями, мало мы можем найти частных предпринимателей, которые бы сказали, ой, у меня все с людьми в порядке, очередь стоит. Скорее всего, нет, все жалуются на нехватку рабочей силы. Вот почему так происходит, почему такие резкие колебания от того, что люди были готовы работать за меньшую зарплату, только чтобы работать, а теперь предприниматели бегают, упрашивают буквально людей, чтобы они пришли к ним работать. Ну, понятно, что здесь, конечно, ответ далеко искать не надо. Всем нам известно, что мы находимся в острой открытой конкуренции с теми, которые могут нашим опытным людям платить больше. Уезжать далеко им не надо. Они уезжают в Норвегию, уезжают в Германию, уезжают даже рядом с Финляндией, Швецией. Не надо в Америку уезжать, да. Да, да, теперь уже они получают, получают, в принципе, за ту же работу, получают больше денег, ну, может, там будет чуть больше дисциплины иногда на рабочем месте, что-то есть, чтобы на месте подучат, но получат уже практически готовых кадров. В чем же отличие все-таки от нашего предпринимателя, который, ну, совсем не ленивый, я думаю, ну, и от того же, который вот дает ту же самую работу вот этой соседней стране. Ну, я думаю, что в первую очередь это рынок. Нет больше суровой войны теперь в мире, чем война за рынок, за то, где будем продавать наши товары, наши услуги. Мы это видим вокруг. Некоторые теперь столкновения такие уже официально называются войной, как между Америкой и Китаем, да. Ну, не только между Америкой и Китаем. Видим, что некоторые там замечания не совсем корректные иногда звучат с Америки в сторону в Европе или с Китая в сторону Америки или Европы. Ну, это все время эта война идет. Ну, не забудем, что мы это недавно начали. Мы молодая страна. Конечно, этот рынок нас совсем не ждет, как мы раньше думали, открытыми дверями, что вот давайте, пожалуйста, латыши, вот ваши пустые полки, давайте сюда все ваши товары, будем их торговать. Конечно, нет, такого нет. И даже во времена всех этих санкций, лимитов, всего, там тоже идет такая скрытая война, кто там нарушает санкции, кто не нарушает, кто уже занял наше место. Понятно, что после этого мы продолжаем работать, а и думаем одно, ну, давай хотя бы продадим за дешево, хотя бы вообще продадим. А если мы продадим за дешево, тогда, конечно, делить эти денежки на зарплату, на налоги, конечно, все меньше и меньше остается. Вот и вся проблема. Так что выход какой? Я думаю, что и в конференции скажут, что единственный наш выход – это экономика образованных людей, этот товар, продукты, услуги с высокой добавленной стоимостью. Легко сказать, очень трудно сделать, очень трудно, тем более, что, прямо скажем, науку мы нашу, исследование мы запустили за эти годы. Нет, она на таком уровне, чтобы инвестор с большой радостью пришел, да. Ну, кроме, может, только некоторых отраслей, там, фармацевтика, как мы знаем, там, наши опытные предприятия, может, и в сельском хозяйстве есть что-то хорошее, но желательно бы больше. Да. А по поводу образования, да, вы упомянули, и какое-то время назад тот же Банк Латвии проводил по поводу образования, в том числе конференцию, что вытекает и взаимосвязанно, и вы говорите о том, что это будущее стоит за образованными сотрудниками, образованными предпринимателями. Что тогда на той конференции были, какие выводы сделаны, и шла ли речь только об образовании молодых людей, потому что мы знаем, что сейчас уже нет такого, что ты выучился в 20 лет, все, ты всю жизнь работаешь по этой профессии, что многие люди меняют профессии, делают это достаточно смело, меняют образование, получают еще одно образование в 40, в 50 лет, то есть они, ну, чувствуют, что они могут что-то сделать, что у них хватает этой энергии. Ну, не зря я сказал, что Балтаком, наш любимый радио, так вы все знаете уже, в вашем вопросе все ответы уже кроются там, там. Понятно, конечно, да, можно сказать, что та конференция, которая была прошлой, и у вас они по поводу образования, как раз был такой промежуточным финишем на ту конференцию, которая пройдет здесь, когда мы будем говорить о ресурсах труда. Очень правильно вы сказали. Конечно, это касается и пожилых людей, и молодых людей, да. Но тогда мы пришли просто к выводу, что, чтобы создавать такой товар, о котором я сказал, с высокой добавленной стоимостью, который хорошо продается, который современный, которого, может, даже раньше на рынке вообще не было, да, понятно, что нам нужны очень хорошо образованные и здоровые люди. По нашему, по мнению Банка Латвии, ни в одной, ни в другой отрасли в Латвии достаточно пока не сделано, точнее, может, и сделано, но результата того, которого ожидаем, нет. Ну вот и Банк Латвии тогда сделал анализ по поводу того, как мы используем те деньги, которые мы отводим на образование, или которые мы тоже потом исследовали, отводим на здравоохранение. И оказалось интересно, что довольно много, и даже по сравнению с нашими опытными странами, Евросоюзом, мы тратим денег на образование, но как-то этот ресурс используется, ну, не с таким результатом, как нам бы хотелось. Много рекомендаций, конечно, много дискуссий было бы, было бы, потому что, в общем, закрывать свою маленькую школу на 60 детей, 70 детей никому не хочется, тем более, если она там в селе вообще единственная. Но все-таки мы должны идти на это, мы должны все-таки идти на качество, образование, чтобы человек, который там 11 лет протирал, тоже, да, этот свой, свою доску там в школе, чтобы он имел какой-то результат понятный, с которым он может уже выйти на серьезный, или уже рабочий рынок, или на серьезное обучение. Ну, по поводу, по поводу, конечно, людей более пожилого возраста, ну, это статистика вообще по, и по Европе у нас всегда была тревожная, и понятно, что мы рекомендуем то же самое, что и государство уже старается делать, это обучение этих людей к новым профессиям, к новым знаниям, потому что, ну, прямо скажем, мы же знали, как мы работали, как мы жили, у нас были большие заводы технологическими линиями, конвейерами, человек стоял там, паял, что там что-то конкретное делал у этой линии, и вдруг этого завода не стало, так и ВЕВС, ТРАУМИ, там, вагонный завод, завод стекловала КЛАМВАЛМИР, в ДАУГОПЮС, то же самое примерно, и вдруг этот человек не удел, и он не знает ничего, кроме, он идеально может паять вот эту микросхему, которую он паял 30 лет, что ему теперь делать? Он здоровый, нормальный человек, он хочет работать, вот и теперь мы стараемся вот как-то способствовать, чтобы и государство отвело денег на это обучение, и, слава Богу, и европейские деньги помогают, я так понимаю, что два раза в год такие поступают, можно смотреть, можно идти бесплатно обучаться. Вот такой интересный, не знаю, парадокс, не парадокс, мы видим, что, в принципе, средняя заработная плата в стране растет, с одной стороны, да, и уже многие начинают, экономисты, говорить, что есть перегрев именно заработной платы, и рост заработной платы не соответствует производительности труда, и это все может плохо закончиться, с одной стороны. С другой стороны, даже несмотря на этот рост средней заработной платы, который мы наблюдаем, мы видим, что все равно она еще, ну, значительно ниже, чем в тех странах, куда наши соотечественники уезжают. В Германию, я уже не говорю про Австрию, в Норвегию, понятно, что в Англии, в Ирландии. Как вот эту дилемму будет? С одной стороны, должна расти заработная плата, с другой стороны, производительность труда явно за ней не поспевает. Как долго этот процесс может продолжаться? Ну, конечно, это тот же самый рынок, наверное, определит, пока уже, когда у нас этот дисбаланс уже станет критическим, что мы уже будем платить. Ну, понятно, что иногда и не заслужено, когда... Вот это как в семье. Ну, допустим, что семья какая-то крестьян, там, выращивая, там, не знаю, пшеницу, например, понятно, всем элементарно, сколько они продаст этой пшеницы, столько добра для этой семьи будет, столько денег они будут осенью уделить между собой, сколько бабушке, сколько детям, сколько там остальным. Так же и в стране, так же и в предприятиях. Сколько мы продадим, столько мы получим. Значит, если мы на этом рынке как-то уже пойдем с другим продуктом, который будет более востребован, который будет более дорогой тоже, то понятно, что тогда мы заслуженно сможем поднять зарплату. А теперь что получается? Теперь, если при том же уровне зарплата остается, не только остается, но все время она должна расти, а товар не изменился, в принципе, положение на рынке не изменилось, понятно, что рано или поздно будет дисбаланс. А почему это так происходит? Ну, допустим, элементарный пример, ну, чуть, может, даже вульгарный я скажу, ну, допустим, в том же селе 10 каменщиков, 8 уехали куда по Норвегии, Ирландии, куда-то есть, что осталось 2. Все знают, они оба пьяницы, да, там, вот. Ну, а зато они единственные, зато вот работа-то нужна. Ну, и, конечно, того же Яниса и Львасю, кто там все время и пьянствует, и прогуливает, и все, теперь мы умоляем, ну, приходи на работу, я тебе платить больше буду. А он говорит, нет, еще больше. А у выхода такой. Вот по этому вот так и растет, зарплата иногда, что тем людям, которым, может, и совсем по своему мастерству труду, они заслужены, мы должны платить больше. А то мы даже их и потеряем. Ну, другого-то выхода нет на этот. Ну, вот и латвийские предприниматели говорят, и этим летом во время активного ремонта мостов и дорог говорили предприниматели, что не хватает сотрудников. Просто мосты чинить некому, потому что именно нет людей. Приходится заказывать сотрудников или там коллег из Литвы тоже, да, вот мы знаем, что Дегловский мост, литовская компания делает. То есть у нас не хватает людей, и говорят о том, что приходится там из Белоруссии, из Украины, соседних стран, насколько их надо впускать, или все-таки заниматься образованием и возвратом своих людей. Вы знаете, я только что вернулся из Украины три дня тому назад. Вот Банк Украины тоже, как и мне, кстати, хочет строить такой образовательный центр. Они уже специально дом на это отвели, так интересно все там. И, конечно, мы поговорили про общих проблем, в том числе о трансформировании ресурсов. Так не будем наивны. В Белоруссии и в Украине они же никак и не остальные страны. Там экономика тоже и растет, а там люди тоже востребованы, да. И мы далеко не единственные, которые хотят этих умелых украинцев, да. Тот же самый, ну, печально известный Донбасс и Луганск. Это, конечно, теперь люди оттуда уезжают, и в первую очередь они уезжают в Польшу. Польша уже хвастается, что они собрали примерно 2 миллиона украинцев, которые, наверное, уже никогда в Украину обратно не вернутся. Так что и даже и там конкуренция началась. Да, конечно, мы продолжаем это. И правильный путь, потому что экономика, она же двухсторонняя. Нам нужны люди, которые умело работают, нам нужны люди-потребители экономики, потому что все они сами, их семьи, они кушают, они одеваются, их дети должны в школу учиться, и они в театре, в кино ходят. Это все нашей экономике нужно, да. Но хотелось, конечно, как всем странам в мире хочется, хотелось бы поочередно, сперва, конечно, получить более образованных, которые уже, может, придется и своим навыкам, может, даже с своими связями в ринге, да, будет успешнее продавать то, что мы производим. Там ничего нового нету, но так думать, что рядом живут какие-то бедные соседи, которые того и ждут у границы, как богатая Латвия откроет им свои недры, да, ну, это наивно, это уже такого давно нету, да, и будем реально смотреть в мир, так скоро, наверное, все-таки нам придется более уже смотреть в сторону, ну, в стороне таких состояется иностранных, может, посмотрим в сторону Индии, я так понимаю, что теперь уже смотрим, да. Мы в Средней Азии, мы тоже мало чего знаем, что там на самом деле происходит, да, так что, ну, не будем спешить, что вот все так, только мы здесь такие вот крутые, на золотом замке, и все только того и думают. Самым-самим надо обучать своих людей, воспитывать своих людей в первую очередь, да, и потом уже думать, как мы будем спасаться за счет чужой беды. Да, но, тем не менее, вот многие предприниматели говорят о том, что несмотря на нынешнюю весьма жесткую миграционную политику, все равно придется какие-то послабления в отношении гастарбайтеров делать. То есть очень долго мы вот этот, ну, условно говоря, относительно закрытый рынок не удержим. Вы знаете, я думаю, что на самом деле все это происходит, и мне тоже, и в семье, в Сесене тоже директор предприятий по строительной линии, он рассказывает, что все время, конечно, это делается. Ну, есть там, может, у нас как бы два мира. Одно то, что говорится, да, другое то, что на самом деле делается. Есть достаточно нормативных актов, чтобы теперь пригласить людей. Ну, надо соблюдать, надо платить налоги, надо сообщать, да, что они у нас работают. Закрыто уже это не происходит, но того, что уже какие-то ужасные были преграды, что их пригласить, нет, это неправда. Очень много работает, приглашенных людей, и работает очень хорошо. Директор Центра Мир Денег при Банке Латвии, Янис Мотиванс, у нас в студии. Звоните 67212-93-9, 67213-93-9, и номер ватсапа 2306191. Вот по поводу того, что все три страны участвуют, значит, не только для Латвии эта проблема. Вы назвали эти цифры, да, что у нас 55 человек в Литве, 85 тысяч, да, в Литве 25 тысяч, а в Эстонии 25, в Литве 85, да. Примерно таких людей, да, которые могли бы работать, но по какой-то причине на работу не идут. Ну, вот Эстония, например, насколько ее интерес участвует в такой конференции, и у Эстонии, наверное, бонус в том, что она на Скандинавии, ближе к Скандинавии, и там легче найти какие-то выходы свои, какие-то там тоже, ну, разговоры о рабочей силе и прочем. Насколько они заинтересованы, насколько у них актуально это? Они столько же заинтересованы, сколько мы, потому что пропорции, если это процентах пересчитать из всего населения, это примерно те же самые 47 процентов, которые у нас, да. Такое, что Эстония всегда лучше, вот, и вообще у них там интереса нет. Да, ну, может, 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 и отношение, про которое мы говорим, да, может, мы в какой-то пример, в какой-то момент можем Эстонию брать, но, с другой стороны, не надо думать, что там для Эстонии, вот в этой Скандинавии, в Финляндии только как бы Деды Морозы проживают, которые только думают, что помогать Эстонии, они же с такими же трудностями все время сталкиваются, примерно такие же интересы, каждый, который смотрит в Эстонию, не думает, что это гуманитарная помощь, он думает, как улучшать свой рынок, как повлечь этих людей, чтобы они там товар ему делают, который мне нужен. Я думаю, что мы очень-очень похожи, я больших отличий никаких там не вижу. Иногда, может, мы, да, я думаю, что все власти теперь смотрят на налоговую политику Эстонии, потому что результат после всех реформ, которые и они сделали, и мы сделали, и эстонцам все-таки лучше, вот это есть, да. Но в многих отраслях они все-таки смотрят на нас, да. Ну, например, я часто в Валмере бываю, там, ну, полный, там, субботу, воскресенье эстонских номеров на машинбалну. Ну, что-то они ищут, что-то и в наших магазинах есть, что-то, может, в наших услугах есть. Теперь ИКИА появилась, и те же самые эстонские номера там тоже, да. Так что там уже переживать, что мы сильно встаем, я думаю, никакой основы нет, но я думаю, что всегда стоит переживать по поводу, ну, различий между нашей мечтой и тем, что есть. Это очень хорошо. Мечта всегда должна быть выше, да, и мы всегда должны стараться вот достичь того уровня, о котором мы мечтаем. Так и эстонцы стараются, так и литовцы стараются. Я думаю, что и мы дальше, те же самые, больше проблем мы найдем. Найдем, может, и в Венгрии, да. Ну, просто мы рядом живем, вот, на конференции приехать, наверное, им удобно, и поделиться опытом, да. Была бы другая сторона, то что мы... Давайте примем звонки, одевайте, пожалуйста, наушники. Доброе утро, слушаю вас, пожалуйста. Доброе утро, у меня такой опыт личный. Заканчивал курс от Биржи Труда в 90-е годы. Да, было на родном языке. Сейчас заканчивал курс от Биржи Труда, но уже на латышском языке. Но, извиняюсь, слабестный понос по-другому сказать никак не могу, потому что практических навыков никаких. Когда дозвонишь по объявлению, говоришь, а где вы начали работать? А ты говоришь, а я закончил курс от Биржи Труда. То есть, переобучение от Биржи Труда. То есть, спасибо нам нужны люди, которые у меня это работают. Так вот, как у вас тоже самое, слабестный понос, никаких... Спасибо большое. Да, ну вот, очень многие, я слышал, недовольны теми курсами, которые проходят. Очень много слов, мало практических навыков. А работодателям нужны люди, которые могут что-то делать практически. Вы знаете, я с вами полностью согласен на все 100%, потому что вот последний раз я специально посмотрел весь список всех специальностей, которые предлагаются. Ну, вы знаете, у некоторых я просто, как в народе говорят, на паузе был. Смотрю там, ну, название таких профессий, которых, ну, честно скажем, мы должны по 5 лет учиться в УЗЕ, чтобы работать на этой профессии. Ну, как минимум 3 года в техникуме, да, чтобы там... И то же самое по линии IT, да, и по другим специальностям, там все зависит от химии, так... А там уже, как бы, курсы все это решат. Ну, это понятно, что в таком случае это то, что человек научился... Ну, будет каким-то совсем-совсем минимумом, с которого он будет начинать на своем месте работать. Ну, я не знаю, с чего-то начинать надо. У нас тоже нет такого хорошего очень в стране опыта, как обучать людей, ну, по поводу вот этих навыков труда. Да, тем более, что, ну, с другой стороны посмотрим, ну, вот эта школа, которая предлагает эти знания, ну, мест практики у них, наверное, и не будет богато с этим. Мы знаем, что даже студентам и ученикам из техников очень трудно найти место практики. Наши предприниматели так заняты своим проблемам, куда есть что-то там набрать студентов. Вот, давайте, проходите практику, тем более, что они знают, что, может, когда их хорошо научат, они уедут в Ирландию после всего этого. Эти все риски есть, значит, нашим правителям, если есть о чем серьезно задуматься, я очень хорошо понимаю, у человека, который только что нам звонил, я много слышал о том, кому пить, да, ты звонишь-звонишь или пишешь свое CV, высылаешь, но ответов никаких нет, да. Вот, слушатель еще сказал по поводу родного языка и латышского языка, и мы знаем, что образование переходит полностью на государственный язык, что тоже может некоторые риски создать. Как вы думаете, обсуждалось ли это на той же конференции? Ну, это понятно, это только в парламенте, только что, когда говорили о том, вот как будем переходить, какие там переходные периоды, эти риски, я думаю, всем понятно, да, потому что до какого-то момента, может быть, какая-то политическая риторика, какие-то громкие высказывания, но теперь в реальной жизни надо, когда будем переходить, конечно, ну, надо смотреть, как, где, как в детском садике, как в школе, как это будет вообще возможно, но с другой стороны, я скажу, что я очень рад по поводу того, что происходит по поводу языков в нашей стране. Ну, я встречаю, ну, в нашем центре группы приходят, у молодого поколения вообще нет проблем с этим, они всегда, в том числе русская и латышская школа говорят, ну, да, на каком языке хотите, на таком и будем, там, английский дополнительно реально пошел. Ну, не сравнить, вот, когда я был молодым, вот, с тем уровнем, который теперь по знанию языка, да, я думаю, что, слава Богу, это мое поколение, которое иногда гордилось тем, что мы не будем учить языки, потому что, вот, это нам не надо по такой или другой причине, это прошло. И в скором времени мы уже, я думаю, опять мы будем при том же стандарте, который наверняка был в начале прошлого столетия, и в Риге, и в Латвии, да, когда люди знали много языков, гордились этим. Еще один момент, который Вы упомянули по поводу трудоустройства, это здоровье людей. Они у нас здоровы или не здоровы? Мешает это или не мешает? Ну, по нашим, по нашим, конечно, исследованиям, очень, очень много, очень много людей, которые не в состоянии хорошо и плодотворно работать. Мы видим очень долгие больничные листы, мы очень, да, долгие сроки. Предприниматели должны бороться с этой ситуацией, потому что некому выйти на работу. Ну, те же самые пособы, может, иногда не продуманы хорошо, потому что мы же все знаем людей вокруг, которые и по болезни, и по другим причинам вот стоят, стоят безработные. Может, это просто легче получить этих денег, потом опять, там, три месяца отработал, опаять. Ну, да, если вернуться к здравоохранению, безусловно, безусловно, не всегда люди могут себе позволить вообще пойти к врачу, потому что это дорого, нет страховки, да. Это очень-очень серьезные проблемы, и мы должны серьезно думать, как это мы будем улучшать. Ну, конечно, всегда можно сказать, что есть со стороны самого человека, что, наверное, все-таки такие вещи, как занятия спортом, как снижение употребления всяких плохих веществ, да, что это желательно, да. И все это знаем, но продолжаем уже, конечно, не соблюдать. О более приятных вещах, наверное, оставшееся время поговорим. По поводу монет, что можете сказать, что до конца года ждет нас какие-то монеты? Ну, до конца года, да, еще две монеты будут, оба коллекционные уже, вот, которые в обороте мы выпустили, это восходящее солнце, это же недавно было с таким большим ажиотажем. А будут, ну, две интересные монеты. Первая, первая, ну, наверняка будет где-то в ноябре. Это будет под названием лесные богатства, это межавелтес на латышском языке. Ну, так что, ну, у нас люди, которые собирают грибы и ягоды в лесу, и, может, есть что-то там, другие богатства, да, таких людей хватает. Мы видим осенью сколько машин по лесам, так что я думаю, что эта монета будет очень востребована. Латышский очень вообще простой народ. Если на монете что-то такое понятное, там, где животные, какие-то зверюшки будут, или вот грибы, или ягоды, или что-то такое, эти монеты всегда очень-очень популярны, дарятся детям, все вот так. А вторая монета будет такая вот более эмоциональная, она будет посвящена нашим предкам, которые боролись за независимость Латвии в прошлом столетии, 18-20-го года, которые свою жизнь отдали за то, чтобы Латвия независима была. Это тоже будет вот хорошая монета, я думаю, и нашим ветеранам иногда, которым можно будет дарить тоже серебряная монета, оба серебряные, они будут, а потом уже в следующем году будет новый план. В принципе, все, что связано с монетами, как и они будут, что решено, что будет, можно посмотреть на домашнем сайте Банка Латвии, там, или на сайте МОНЕТСЛВ, там, так что это уже не закрытая информация, но не всегда, конечно, все получается именно в те сроки. Не всегда монетный двор, где мы заказываем, все сразу делают качественно, надо чуть-чуть поправить дело иногда. Такое тоже бывает? Конечно, бывает, потому что требования Банка Латвии уже, я не знаю, почему, что изначально почти 100 лет уже очень хорошо знакомо, что качество мы требуем очень-очень высокое. Даже какие-то, по-моему, 30-е годы прошлого столетия мы прославились тем, что где-то, ну, ладно, не буду называть там название фирмы, хотя я знаю, да, это за границей, да, но когда Латы чеканились, мы послали всю партию обратно, и вот такой-то брак, давайте все. И здесь, и в последние годы про Латвии это такое было, что, ну, жизнь из жизни, всякое бывает, и вдруг что-то там, какой-то пресс-форма поломалась или что, ну, мы всю партию отправляем обратно за счет тех, которые чеканят. Ну, их чеканят за счет... Ну, так же, чеканят за счет нас, да, но мы-то платим только за хорошие, качественные монеты. Если продукт некачественный, понятно, они за свой что-то, и при том всю транспортировку обратно все оплачивают, потому что монеты всегда, они же тяжелые, там, это довольно серьезно, если что-то так. А растет вообще количество нумизматов? Извините. Растет вообще количество нумизматов тех, кто собирает эти вот монеты, потому что я знаю, что есть, там, не знаю, фанаты, есть, так можно сказать, которые не пропускают вот любой выход монет. Мне так самоочувствую, что растет это количество, нет, но я не могу сказать, что снижается, потому что я, честно говоря, не интересуюсь нумизматикой, не хожу на те вот мероприятия, которые они организовывают, они раз в месяц встречаются. Это вообще в Риге где-то, там, около Зидуандарзе. Но мы, наш центр, мы не подготовили, ничего нет, у нас никакой выставки специальной для нумизматики, если можно сказать, такая житейская нумизматика. Мы рассказываем про наличные деньги на основе латов первой независимости, второй независимости, это вся наша нумизматика. Так что мы уже, они знают, что мы в этом не особо ориентируемся, так что они к нам особо не приходят, и я не в курсе, как это все. Я думаю, что особо не растут, потому что человек, который серьезно занимается, ну, мистматика должен быть довольно богатым, состоятельным, там, чтобы купить это все, там очень много денег. Ваше такое ощущение, придет ли, я думаю, этот вопрос вам задают нередко, придет ли такое время, когда бумажные деньги или металлические, они станут вот сами, как предмет, не знаю, коллекционный, и все перейдет вот в безналичный расчет? Потому что ходили такие разговоры, что мы видим, что все сейчас уже в безналичный расчет переходит, виртуальные деньги, вот как вам кажется? Ну, мне, если вот как вы задали вопрос, придет ли когда-то, я сказал, да, мне кажется, что когда-то придет, ну, конечно, меня тогда уже не будет в этом мире, да. То есть быстро это не произойдет? Нет, нет, ни в коем случае, ну, мы хотели бы, конечно, мы очень и даже заинтересованы, способствуем очень последние годы предложения системе, ну, в платежных системах мы улучшили, да, но, во-первых, мы должны спрашивать народ, А народ, так, примерно у нас 50% считает, что надо оставаться при наличке, а теперь за так 41% считает, что надо убрать наличку вообще. А 9%? А 9% понятия не имеют, как всех, да, да, в опросах бывает такая часть, с которым все равно. Ну, это с кем сейчас разговаривать, да, 9% обычно всегда отвечает, да. Ну, да, ну, так это, я думаю, что скорым временем это не произойдет, потому что много таких неответных вопросов, если электричества там не будет, допустим, как мы рассчитываться, будем мелочные всякие, да. Да, если форс-мажора, вот мы видим недавний случай с очередным банком и тех, у кого не было наличных денег, к примеру, пенсионеры, которые карточки оказались заблокированы, как жить? Да, ну, в одном супермаркете тоже сбой был. Ну, уже много таких моментов мы можем пересчитывать, так что понятно, что они параллельно где-то должны, но может эта пропорция может как-то улучшиться. Теперь, на самом деле, во всем мире, если есть только одна такая страна, которая реально переходит, где-то 85% или по электронке, это расчет уже в Швете, да. Остальные так, ну, и тем более, вот недавно я был в Германии, там, ну, раза 3-4 мне сказали, нет, карточку не принимаем, только вот... Даже в Германии? Даже в Германии, да, это, и вот так мы видим, вот, например, тот же самый пример, вы уже знаете, что уже 3 года мы убираем, как без оборота 500 евро, и тоже еще земельки есть, которые, вот некоторые западные страны говорят, нет, мы как-то не успеваем, но он может в этом году все конца-то конца уберет. До конца этого года? Ну, я думаю, что, я очень надеюсь, что так, да, потому что решение уже 3 года стоит, и постепенно Латвия, конечно, все сделала, как всегда, как пионерка, да, что мы все уже не выпускаем, да, но они вот, что-то, у них, значит, это уже есть, что важно, да. Директор Центра «Мир денег» при Банке Латвии Анис Мотимас был у нас в студии, на сегодня нам пора заканчивать, мы продолжим с обзором пресса, спасибо большое, что пришли, всего хорошего.